Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Еще раз с корабля на бал. Именно так, если, конечно, это считается балом, но можно сказать, сегодня сегодня наш гость, депутат СЕИМа, заместитель председателя руководителя фракции и согласия Валерий Агешин прибежал, вот буквально пять минут тому назад закончилось пленарное заседание СЕИМа. Оно было сегодня необычно долгим, с девяти утра, вот до пяти с копейками. И последний вопрос, который обсуждался, это вопрос о снятии иммунитета, выдаче правосудию депутата СЕИМа, адреса Закатистого. Может быть, с этого и начнем, потом пойдем по всем другим темам актуальным. Да, добрый день. Здравствуйте, Абик, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, только что СЕИМ большинством голосов, но не единодушно выдал правосудию депутата СЕИМа Закатистого. Таким образом, в парламенте страны остается 98 депутатов. Если у кого есть желание, то можно обращаться, пожалуй, с заявкой в книгу рекордов Гиннеса по этому факту. По сути дела, большинство проголосовало за, но против этого решения, против выдачи депутата СЕИМа правосудию голосовала новая консервативная партия во главе с Ютой СТРИКИ и партия Закатистого, это КПВЛВ. Ну, видимо, то, что от нее осталось, я так понимаю. Ну, вернее, говоря, то, что от нее осталось. Таким образом, я думаю, что этот человек проголосовал за нового президента страны и, по большому счету, уже стал не нужен коалиции. Это мое субъективное мнение. Его можно было выдать намного раньше, еще в мае месяце. И если прокуратура и генеральный прокурор, господин Калмэр обращаются в парламент страны в соответствии с существующими процедурами по закону с просьбой о выдаче депутата для разного рода процессуальных действий, то, по крайней мере, представителям нашей партии, нашей фракции, все ими, у нас нет никаких оснований не доверять генеральному прокурору. Таким образом, всеми остается 98 депутатов. Вот так, да. Что касается вообще вот этой процедуры, много об этом говорится, но вот тоже интересная такая ситуация. Мы видим, что, к примеру, господин Закатистов, до того, как его выдать правосудию, он, во-первых, руководил фракции КПВЛВ, еще, я так понимаю, занимал важный пост и в комиссии, да? И, кроме того, он парламентский секретарь Министерства финансов, и он таковым и останется. Это тоже очень пикантно. Да, он таковым и остается. Кроме того, он с трибуны Сейма выступает, только что просил его не выдавать правосудию. Это уникальный случай. Во имя избирателей призывал подождать решение Конституционного суда. Я не скрою, что в Конституционном суде находится иск на достаточно интересную тему. И интерес заключается в том, что следует ли лишать депутата парламента страны права голоса, если он еще не признан виновным. И поэтому суть идеи авторов исков в Конституционный суд, а это господин Юрош, как мы знаем, заключается... Да, один из побойников бескомпромиссной законности, если я не ошибаюсь. Да, и одновременно сегодня парламентский секретарь Министерства юстиции заключается в том, что депутат парламента страны может потерять право голоса и право участия в заседаниях Сейма только в том случае, если он признан виновным в соответствии с решением суда. Но, тем не менее, надо дождаться вердикта Конституционного суда, и вопрос это действительно интересный. Да, вот при этом, я так понимаю, что еще один возможный кандидат на выдачу, Артус Камнич, возглавляет комиссию Сейма по правам человека. Все это очень пикантно. Мне трудно догадать, я не являюсь представителем правоохранительных органов, но такую возможность тоже мы исключить сегодня не можем, что и Артус Камнич пойдет по тому же пути. В то же самое время не будем забывать, что оба выданных человека по-прежнему занимают и будут занимать пост парламентских секретарей двух министерств и являться членами правящей коалиции. И здесь действительно во всей этой системе что-то не складывается, и я не исключаю, что в обозримом будущем будут изменения в законодательстве на эту тему, возможно. Хотя я считаю, что эта система, в общем-то, работает и какие-то радикальные изменения, на наш взгляд, на сегодняшний день не нужны. Да, может быть, к другим вопросам, не менее важным, хотя понятно, что разделены функции, у самоправления они одни, у парламента другие, это все понятно, но, тем не менее, вот та ситуация непростая, которая сложилась в Юридической Думе, стала предметом обсуждения и правления партии согласия, в которой вы тоже, насколько я понимаю, имеете честь работать. Была довольно, я так понимаю, обширный разговор состоялся между однопартийцами. Что можно вообще сказать публично в этой связи? Действительно, в понедельник у нас состоялось заседание правления партии, и, если очень коротко, то главная квинтэнсенция такова. Значит, решение Рижской территориальной организации, согласия и решение наших коллег в Рижской Доме об исключении четырех депутатов мы уважаем. Почему? Потому что это вопрос партийной дисциплины, это вопрос порядка, это вопрос устава. Согласитесь, дисциплина и порядок должны быть в любой организации, в любом коллективе, на любом предприятии. И, по-моему, с этим трудно поспорить. Значит, и второе, значит, решение нашего правления заключается в том, что в случае необходимости, если депутаты Рижской Домы не смогут прийти к консенсусу, мы готовы к внеочередным выборам в Рижскую Дому под флагом согласия. Это решение принято. Мы не боимся. Кроме того, выборы в Европейский парламент только что показали и показали очень четко, что, несмотря на всю кампанию лжи и негативизма, которая направлена была против нас за наши идеи по всей стране, я подчеркиваю, не только в столице, но и по всей стране, готовы выступить десятки тысяч человек, поэтому, по мнению правления... Это даже, несмотря на небольшую явку, все равно два мандата удалось получить. Наш результат для кого-то это может быть стало парадоксом и кто-то очень сильно удивился, наш результат еще лучше, чем на выборах в Европейский парламент 2014 года. Мы получили два мандата. Таким образом, правление партии считает, что было бы только честно в случае необходимости проверить свои силы в столице сейчас и выставить нашу команду на суд избирателей. Я глубоко убежден в том, что это честный подход. Но подчеркиваю, что все это в случае необходимости, если действительно внеочередные выборы в Рижскую Думу станут неизбежными. Хотя, глядя, вы правы, обеих в том, что напрямую работа в парламенте страны не пересекается с работой в самоуправлениях и в том числе в столичном самоуправлении, тем не менее, у меня есть ряд вопросов, если абсолютно трезво и беспристрастно даже попытаться оценить эту ситуацию. Буквально только что утвержден мэром господин Турлайс Дайнис, и мне совершенно непонятна мотивация, почему оппозиция в Рижской Думе спустя неделю начинает требовать с человека ответственности и хочет выразить ему недоверие. Извините, пожалуйста, Рижская Дума, как и другие самоуправления, избираются для того, чтобы в идеальном случае, конечно, ежедневно, еженочно решать проблемы рижан, проблемы жителей, а не проводить такое тестирование. Поэтому вот этот вот тест, который затеяла оппозиция в Рижской Думе, на мой взгляд, со стороны выглядит очень глупо и непривлекательно, и необоснованно. Но, тем не менее, наше правление абсолютно едино в том мнении, что если речь идет о внеочередных выборах, то мы готовы идти на эти выборы в Риге. но по законам мы знаем, что это значит состав, если он будет избран, то он будет избран только на оставшийся срок до 2021 года. Вот, поскольку выборы внеочередные, в 2021 году состоятся уже очередные выборы в столичное самоуправление. я могу сказать, что, конечно, ситуация неприятная, некрасивая и готов за своих товарищей и на себя лично долю какой-то ответственности взять за события в Рижской доме, но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что наша партия это живой организм, в котором происходят вполне здоровые процессы. И, более того, мы куда более сложная структура, чем представляют себе некоторые наши недоброжелатели. И партия Согласия это, знаете, не полтора десятка завсегдатаев баров в Старой Риге, страдающих к тому же теориями заговора. И мы не узкая группа одиноко блуждающих звезд из одной партии в другую. Мы самая массовая, самая крупная политическая организация в Латвии, которая насчитывает около трех с половиной тысяч человек, которые объединены более чем в сорок отделений по всей стране. И нашим недоброжелателям, которые уже даже договорились до того, что мы якобы находимся на грани распада, я хочу сказать, что не дождетесь, мы все трудности преодолеем, у нас опыт очень большой. А если говорить о каких-то гранях распада, то, на мой взгляд, сегодня на грани распада находятся две другие партии. это партия КПВ ЛВ и, на мой взгляд, Союз Зеленых и Крестьян. Первые сегодня быстро умирают на глазах, а вторые медленно разлагаются. И результаты их на выборах тому свидетельства. Это полная катастрофа. В свою очередь, если мы характеризуем еще одних участников этих событий, новую консервативную партию, то, глядя на их работу, я бы их охарактеризовал следующим образом. Это эффективные популисты, которые нравятся определенной части избирателей тем, что они хотят, скажем, заменить генерального прокурора, снять целый ряд высших должностных лиц в стране. Если я недоброжелателем, недругом говорю сегодня, не дождетесь, у нас опыт большой в преодолении трудностей, то нашим сторонникам я говорю большое спасибо за поддержку, она очень чувствуется, и все сложности мы преодолеем. Это если о заседании правления и моих соображениях на эту тему. Так, чтобы эту тему уже закончить, я так понимаю, что вы не видите какой-то возможности возвращения той четверки депутатов Рижской Думы, которые были, я так понимаю, такая была формулировка Рижской организации даже за предательство, за грубые нарушения партии дисциплины исключены. Знаете, я не хочу обзываться, вот, может быть, не в моем стиле, но совершенно откровенно говорю вам, что мы в партии живем по уставу, и в соответствии с уставом нашей партии любой исключенный человек, такие случаи бывали, поскольку любая партия это живой организм, если она плывет по течению, если она плывет против течения, это уже дохлая рыба, да, не партия, если плывет по течению, а если плывет против течения, она живая. Мы плывем против течения, мы живая рыба, нам очень трудно, и поэтому мы, значит, устав партии соблюдаем. И эти четыре человека, исключенные, они по уставу имеют право подать апелляцию в правление о том, чтобы этот вопрос рассмотрели. Но никакой апелляции подано не было, и поэтому на заседании правления партии мы заслушали наших представителей Рижской Думы и Рижской организации – Нилу Ушакова, Анну Владову, Михаила Каменецкого, Сандриса Бергманиса, других наших товарищей, и у нас нет оснований не верить. Никаких апелляций нет, поэтому я думаю, что в этом вопросе можно поставить точку. Да, ну есть еще один вопрос, который с одной стороны можно поставить точку, но знаете, какой-то осадочек остался, я сейчас задам этот вопрос вам, как и депутату, как и юристу. Вот это выборы президента Латвии, которые прошли в прошлую среду, 29-го числа, когда был избран уже в первом туре Агиллеевец, но в принципе о том, что именно будет такой расклад, ни для кого, наверное, не было секретом, для вас, я думаю, тоже. Все, кто следит за политикой, понимали, что раз правящая коалиция его выдвинула, и он имеет, наверное, большинство, скорее всего, ставят президентом. Но возник вопрос тут даже, насколько президиум соблюдал конституцию, президиум Сейма, я имею в виду. Вот коллега Вашзайнич говорил о том, что напоминал, что было 34 подписи депутатов Сейма с просьбой рассмотреть этот вопрос 5 июня. Тем не менее, эта просьба была поигнорирована. Несколько слов об этом. Уникальный вопрос. На мой взгляд, в случае с избранием президента состоялось нарушение процедуры, граничащая с нарушением 20-й статьи Конституции страны, которая говорит о том, что если одна треть депутатов Сейма подает заявление с требованием созвать внеочередное заседание Сейма, то президиум не имеет права принимать никаких политических и волюнтаристских решений. Он обязан, извините за такое сравнение, как почтовый ящик, просто созвать это заседание Сейма. Что произошло? Заседание Сейма, вопреки 20-й статье Конституции Латвии, созвано не было в тот день, когда мы планировали это сделать 5 июня, его созвали ранее, в мае. И на мой взгляд, президиум Сейма принял политическое решение, что является крупной ошибкой и нарушением закона. Потому что президиум Сейма, по сути дела, это технические люди из числа депутатов, которые ведут заседание Сейма. И они избраны из числа депутатов Сейма. И назначать даты заседаний, какие им взбредет в голову, да, и откладывать в сторону заявления оппозиции, я позволю себе заметить, такого еще не было никогда. И более того, я участвовал во всех совместных заседаниях президиума и совета фракций, как представитель фракции согласия. И последнее было вообще уникальным и, я бы сказал, эксклюзивным. Потому что госпожа спикер Сейма, Инара Мурнеец, хотела какую-то часть ответственности переложить на нас. Наше заявление все еще оставалось нерассмотренным по поводу созыва заседания Сейма 5 числа. Да, хотя было подано раньше, на несколько дней, чем потом сообразили правящие. Это заявление нельзя не рассматривать. Президент страны избран. Нашему заявлению ход не был дан. Что делать? И поэтому она, значит, захотела взвалить часть ответственности на нас. На что я пожелал президиуму Сейма успехов в решении проблемы этой коллизии, успехов в решении этих проблем и успехов вообще в принятии любого решения. Ну и таким образом президиуму Сейма ничего не оставалось, как просто наше заявление не удовлетворить. Такого, я подчеркну, еще не было никогда. И я думаю, что, к сожалению, вот этот вот шлейф, вот эта вот метка, если можно так выразиться, за новоизбранным президентом будет тянуться все четыре года. Что, возможно, он был избран с нарушением процедуры. Ну, или, как некоторые утверждают, даже не избран, а назначен. Потому что далеко не каждый кандидат отважится стартовать на президентских выборах, зная, что эти выборы открыты. Что шансов, честно говоря, немного по сравнению с фаворитом от коалиции. Перевемся буквально на минутку рекламы, потом продолжим. Еще раз добрый день. Валерия Гешина у нас в студии, заместитель руководителя фракции Согласия в Сейме. Вот так, чтобы закончить тему президента Латвии. Все-таки, что вы ждете и не ждете от господина Левица? Потому что, да, мы знаем, что на последнем этапе, так можно сказать, до его избрания он был национал-консерватором, автором или соавтором вот этой преамбулы Конституции, неоднозначной, так мягко говоря. Но в начале 90-х он даже и либералом мудрился быть, в Латвии Сейджи стоял, министр юстиции был. Что вообще можно ждать от этой в какой-то степени загадочной фигуры, которая большую часть своей жизни все-таки в Латвии не жил? Вы достаточно точно описали этого кандидата, который избран в качестве президента. Я хочу сказать так, что очень возможно, что новоизбранный президент не будет вовсе подчиняться тем людям, которые его выдвинули. Если национальное объединение или кто-то там еще считает, что теперь это их какой-то коалиционный карманный президент, то, на мой взгляд, нет никаких гарантий, что он будет к ним прислушиваться. Я думаю, что он будет вести политику, которая не зависит от мнения политических партий, представленных в парламенте, и будет руководствоваться какими-то своими собственными соображениями и умозаключениями и выводами. Это мое субъективное мнение. Но давать оценки его деятельности было бы еще преждевременно, потому что человек даже еще не вступил в должность, но действительно свои взгляды он уже менял от либеральных к консервативным, и, возможно, будет и наоборот, трудно сказать. Мне просто показалось, что человек даже после избрания постарался многим национально мыслящим избирателям понравиться. Понравиться избирателям всех правых партий, насколько это возможно. Когда мы встречались с ним во фракции согласия всеми, а мы встречались со всеми кандидатами, и с ним в том числе, мы вопросы, нас интересующие, задавали, получили ответы, по существу или не очень, и нам было совершенно ясно, что за автора преамбулы к Конституции Латвии мы голосовать не можем и не будем, и поэтому мы голосовали за другого кандидата, Дидиса Шмидса, который, на наш взгляд, является наиболее приземленным и лучше всего ориентируется в нуждах и отчаяниях жителей нашей страны, потому что здесь живет и знает, между прочим, как зарабатывать деньги и умеет их зарабатывать, а не находился все время на какой-то просто оплачиваемой должности. Но поезд теперь уже ушел. Я не думаю, что господин Левец будет подчиняться какой-либо одной политической партии. Кому он будет прислушиваться, это уже другой вопрос. И я здесь имею в виду не его советников. Это правда. Да, ну вот тоже интересный вопрос, который сейчас будет рассматриваться в Сейме. Это 34 депутатские депутатские подписи. Да, это еще одна свежая новость. Собрано для того, чтобы запустить процедуру оценки деятельности господина Калмерса, генерального прокурора. Это фактически мечта господина Борденса, если так можно сказать, зачистить генерального прокурора. Да, как мы знаем, министр юстиции Янис Борденса не только рассылал письма иностранным посольствам, что является очень пикантным фактом, но и поставил целью, скажем так, разобраться с некоторыми должностными лицами. И цели и свои задачи он публично обозначил. Причем, на мой взгляд, его эти заявления далеко не всегда соответствовали принципу власти закона, потому что отдельное его заявление каким-то структурам, отраслям вообще не его компетенция, как, например, Национальный совет по электронным СМИ. Да. Но, что касается генерального прокурора... Это уже совсем не его компетенция. Уже была проведена артподготовка, было несколько шумных политических заявлений о том, что генеральный прокурор плохой. Я не являюсь адвокатом генерального прокурора господина Калмейра, но позиция нашей фракции в СМИ уже ясна. Значит, сегодня правые партии власти собрали 34 подписи с тем, чтобы на следующей неделе путем голосования в СМИ дать задачу Верховному суду оценивать деятельность генерального прокурора с тем, чтобы, возможно, затем отстранить его от должности, снять с должности, убрать. Мы смотрим резко негативно на такие поползновения, потому что мы против давления на судебную власть, а прокуратура является частью судебной власти, и мы против вмешательства одной ветви власти в работу другой ветви власти. Это элементарный принцип разделения властей, который известен каждому школьнику, что министры и депутаты Сейма не имеют права вмешиваться в работу суда, прокуратуры и так далее. Поэтому уже сейчас я могу сказать, что хотя эти подписи для того, чтобы проверять генпрокурора, собраны, уже сейчас я могу вам сказать, что мы будем голосовать против. Нельзя, никто не имеет права оказывать давление на судебную власть. Она у нас по конституции страны, по закону о судебной власти является независимой. Так гласит закон. И какой-либо активный и юркий министр, и шустрый, или словоохотливый депутат Сейма никак ни жестом, ни взглядом, ни словом, ни устно, ни письменно не имеет права оказывать давление на работу правоохранительных органов. И в силу этого может возникнуть, скажем так, такая пища для размышления, интересное решение. А что со всем этим делать? Потому что кто-то скажет, вот вы там голосуете, бьетесь, что-то у вас получается, что-то нет, там вас меньше, ваши идеи отклоняют всеми. Но я хочу сказать, а может быть для того, чтобы решить эту проблему и в какой-то степени закрепить еще раз независимость прокурора, может быть в нашей стране следовало бы прокуратуру вывести из-под судебной власти и перевести ее в разряд исполнительной власти, как, например, в составе исполнительной власти работает госполиция. Госполиция это тоже по-своему маленький суд, если можно так выразиться. Почему я так говорю? Потому что полицейские же тоже имеют право налагать штрафы на людей и так далее. То есть так можно пробовать обезопасить, скажем, независимость судебных органов в какой-то степени от отдельных ретивых министров. Но, впрочем, это пища для размышления, это только для дискуссий, это так свежая идея, которую может быть следует обсудить в рамках юридической комиссии Сейма постепенно или как-то что-то. Тем более, что сам министр юстиции затевает реформы очередные и собирается создавать специализированные суды в Латвии, о чем вы на Болткоме говорили, Абек, в том числе еще в прошлом году. И здесь я хочу сказать, что мне напоминает это ноу-хау в кавычках. Специализированные суды по экономическим делам. Уже и тройки? Мне это напоминает существовавшие в советское время хозяйственные суды и ничего больше. Хорошо или это плохо, это уже другой вопрос, но прислушиваясь к мнению некоторых профи в судебной системе, скорее пока это выглядит все не очень. Почему? Потому что, возможно, министр юстиции специализированные суды, я подчеркиваю, возможно, создают под давлением отдельных предпринимателей для того, чтобы быстрее решались их какие-то вопросы. И что у нас получается? Будут как бы специализированные суды с особо квалифицированными судьями. И все остальные? И все остальные так себе не очень квалифицированные судьи. Суды второй категории, да? Да, вот здесь есть вопросы и сомнения, и поэтому юридическая комиссия Сеймов, в которой я тружусь уже много лет, начинает знакомиться, скажем так, с презентациями этого вот проекта. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим. Такой может вопрос, время у нас быстро эфира идет. Такой вопрос хотел задать на засыпку даже в какой-то степени, поскольку, я думаю, многие радиослушатели, помню, что вы еще и преподаватель вузовский. Вот такой вопрос. Кто вообще может давать поручение Сейму? Я сейчас потом поясню. Кто? Может кто-то давать поручение Сейму как такового в парламентской республике? Знаете, если мы отвечаем на ваш вопрос исключительно с точки зрения Конституции страны, то поручение Сейму может давать только и единственно народ Латвии. Именно. Избиратели. И никто иной. И у нас по Конституции народ – это источник власти. Когда я произношу эту фразу, студенты, к счастью, не смеются, студенты, юристы, потому что они понимают глубинный смысл этой фразы. Ведь никто иной, как именно народ Латвии, избирает парламент страны. Поэтому поручение может давать только народ. Я почему спросил, видимо, премьер-министр не в курсе, но он, видимо, не юрист. На ваших лекциях не присутствует. Поэтому он сказал так, что Сейм должен, я не шучу, до ЛИГО, ну то есть как вы можете уйти на каникулу, не выполнив его получение, принять вот весь пакет законов, чтобы капитальный ремонт финансовой системы таки состоялся. Ну, к примеру, одно из предложений, которое было, я так понимаю, поддержано, это что выплатить баснословную компенсацию руководству ФКТК, комиссии по финансовым рынкам и капиталу, если они добровольно покинут свои кресла. Абик, это уникально, это просто шикарное заявление, шикарное. Ну, горькая ирония, конечно. Ну, для студентов это интересно будет, да? Потому что премьер-министр, ну, является работником, по сути дела, а Сейм является его работодателем. Сейм утверждает правительство страны. То есть он работодатель дает задания. Другое дело, что качество новоизбранных сил, пришедших в Сейм, является, ну, на волне революционных лозунгов, является настолько невысоким, что им, наверное, не приходит в голову отдельным членам правящей коалиции, то, что Сейм в настоящей парламентской республике должен давать задачи министерствам, должен ставить задачи премьер-министру и так далее. Поэтому, конечно, уникальное высказывание, уникальные заявления, ограничащие с правовым нигилизмом. Что касается заявления, по сути, о налоговой реформе, то это уже форменное безобразие, на мой взгляд, потому что уже ведутся разговоры о том, затеваются дискуссии, я бы так сказал, в рядах правящей коалиции о том, что, возможно, придется повышать налоги, в том числе и НДС. Если бы они такое сказали перед выборами, потому что мы идем всем, чтобы повышать налоги, они бы пролетели все как фанера над Парижем. Поэтому они рассказывали 500 евро минималка, 500 евро необлагаемый минимум и так далее. Да. Программа три раза по 500 является полнейшей утопией. И если бы новая консервативная партия не лгала бы избирателям, то все эти блага и манны небесные вступили бы в силу 1 января текущего года, как они обещали в предвыборной программе. Все это в силу не вступило. Значит, я делаю вывод, что они просто лгали. Однако это был первый бюджет, это было кое-как состряпанное правительство во главе с силами, которые проиграли выборы. Но теперь у нас приближается постепенно к осени второй по счету бюджет. Что это значит? Почему затеваются дискуссии о повышении налогов ПВН, НДС? Потому что теперь тем, кто наобещали, в частности новая консервативная партия, придется свои обещания выполнять. Они понимают, что одурачивать без конца людей не получится. И многие люди уже разочаровались не только в КПВ и ЛВ, на которых я лично ставлю крест, и я уже высказался о них, не столь лицеприятно. Но люди и не оказали доверия на выборах в Европарламент новой консервативной партии. Они там наскребли что-то в районе 4% и никуда не попали. Посему им придется какую-то хотя бы часть своих обещаний выполнять. Где брать деньги? Только повышать налоги, по их мнению. И посему я не могу исключить вот такого вот пессимистического сценария. Если они налоги не повышают, то тогда они не смогут выполнить своих невыполнимых обещаний. Так что пока ничего позитивного там нет. Патовая ситуация. Если новая консервативная партия будет продолжать удивлять своих же партнеров и правящих коалиции и упрямствовать, и упорствовать, то они могут оказаться и в оппозиции тоже. То есть все может быть, но мне очень не нравятся затевающиеся разговоры о возможном повышении налогов, что прикрывается разного рода фиговыми листочками. А на самом деле там идея очень проста. Наобещали неподъемные обещания, нет денег для их выполнения. А избиратели требуют. Требуют не только оппозиции активно. Мы на каждом заседании Сейма напоминаем про эту печально известную программу три раза по 500. Напоминают и избиратели. И отсюда возникает вот такая ситуация, что весь народ Латвии, все налогоплательщики могут стать заложниками априори невыполнимых обещаний. Чтобы эти обещания выполнить, нам нужно два бюджета. Не один бюджет в размере 9 миллиардов евро, что есть Латвия в финансовом выражении, а два бюджета по 9 миллиардов евро. Это правда. Да. Ну вот, к сожалению, остается только все-таки пожелать и вам, ну, все-таки каких-то тоже попытаться добиться результатов, несмотря на то, что вы в оппозиции. Я так понимаю, что какие-то пункты программы все равно будете пытаться притворять в жизни, да? Есть конкретные вещи, которые мы сделали. Я приведу такой пример, может быть, в завершении. Я у вас был в гостях по вашему приглашению, за что вам большое спасибо в декабре прошлого года. Да, время быстро бежит. Да, да, время быстро бежит, как тогда, так и сейчас. Тогда я сказал, что вот я включаюсь в работу над правками к уголовному закону, которые предполагают устранить диспропорцию, дисбаланс между отдельными видами наказаний и преступлений. И я вам хочу сказать, что может быть, этот пример не столь кричащий, как выборы президента или лишение какого-либо депутата мандата, но во всяком случае с текучкой тоже кто-то должен работать, кто-то и должен заниматься. Я могу сказать, что сегодня эта работа завершена, именно сегодня в окончательном чтении. Сейм принял поправки к уголовному закону, которые по многим преступлениям, по санкциям устранили диспропорцию, устранили дисбаланс. Очень конкретный пример. Многие ученые, практики, судьи, судебная практика обращали внимание на то, что долгое время почему-то в уголовном законе нашей страны за угон автомашины полагается два года, за кражу из автомашины пять лет. Это несуразица какая-то. Какая-то полная, да. Сегодня мы, согласовав все со всеми министерствами, ведомствами и специалистами, мы вот этот баланс устранили. И сегодня как за кражу машины, так и за кражу из автомашины, санкция будет соразмерная, пять лет дисбаланс, диспропорция устранена. Это может быть касается не всех и не каждого, но, по крайней мере, автолюбителям и потенциальным угонщикам знать обязательно на заметку. Таких примеров я могу привести десятки. Так что будем еще вас приглашать. Валерий Агешин был у нас в студии. Большое спасибо.